В Казахстане ухудшается ситуация с безопасностью профсоюзных и общественных активистов. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции в Астане. С января по мае этого года фонд Сорос провел мониторинг и выяснил, что около полутора сотен казахстанцев столкнулись с разного рода опасностями. Подробности у столичных респондентов. Беззащитные правозащитники. В Казахстане за пять месяцев текущего года угрозам и давлению подверглись 149 человек. Как отметили в фонде Сороса, все они занимались правозащитной деятельностью. Больше всего достается профсоюзным активистам, отмечают исследователи, а также общественникам и журналистам. Список тех, кому угрожали, ежемесячно пополняется на 20-30 человек. Первым открывает здесь как раз-таки Талас Сагимбаев этот список, потому что его дело ведется с прошлого года. Далее в числе правозащитников стоит Вадим Курамшин, далее следует Сергей Уткин, Евгений Жовтис, Владимир Покусов, Евгений Цай и Бажанов Сергей. Самой популярной угрозой остаются административный арест и штраф. Кроме того, против 14 человек возбудили уголовные дела. В ВВС водворены 8 активистов. Появляются и новые опасности, такие как прослушивание переговоров, увольнение с работы и физическое нападение. Многое из этого списка испытал на себе и Талас Сагимбаев. В апреле прошлого года его избили неизвестные. Позднее он провел в тюрьме 7 суток. Сагимбаев уверен, преследования связаны с его активной гражданской позицией. Правозащитник в свое время успел прославиться громким иском против Кожемкана Масимова, отца действующего премьер-министра. Дело он, конечно, проиграл, но при своем мнении остался до сих пор. Не только правозащитники. Те люди, которые говорят правду, говорят открыто, они всегда были, были, есть и будут неудобными. Какая бы власть ни была, какая бы власть хорошая ни была. Не чувствуют себя в безопасности и защитники в форме. Об этом говорят представители внутренних дел перед стартом международного автопробега, посвященного памяти Газиза Байтасова. Напомним, 12 ноября прошлого года в Таразе капитан полиции Байтасов накрыл своим телом террориста Максата Кореева, когда тот совершил самоподрыв. Таким образом, страж порядка спас товарищей. В честь всех погибших при исполнении Международная ассоциация полицейских объедет Казахстан и Киргизию. Между тем, правозащитники обращаются к казахстанским властям. Они ссылаются на декларацию ООН, требуют расследовать каждый случай нападения или давления на своих коллег. И подчеркивают, потому в какой безопасности находятся гражданские активисты, можно судить об уровне свободы и демократии в стране.